Друзья мои, приветствую вас! Сегодняшнее видео будет посвящено одной очень интересной теме. Время от времени к нам в магазин заходят люди со странным вопросом. А ваши французские печки французские или китайские? А инвекта у вас китайская или французская? И сначала я злился, потом не злился. Но сейчас я подумал, мы имеем возможность просто сесть, поехать и посмотреть. А вдруг мы на самом деле тоже ошибаемся. И инвекта, она ни разу не французская, а китайская. Поэтому поехали, посмотрим. Друзья мои, мы с вами в Париже. Это легко понять, видеть. Укладываются на китайском здесь нет. Пока нет. Отправляемся на завод. Но не сразу попадем на него, скорее всего, не сегодня, а завтра. Но будет интересно. Прикольно будет, если мы приедем, видим двери, а там написано завод уехал в Китай. Завтра увидим. Друзья мои, вот здесь начинается производство инвекта. С этого момента вот здесь расположены приготовки, которые потом пойдут в печку. Значит, Киросыла сказала нам, что используются как новые приготовки. Здесь старые, вот там, я не знаю, если приближу, увидите или нет. Там лом металлический, который тоже идет в плавку. Здесь огромные машины. Одному из моих коллег все это напоминает литейку на МАЗе. Вот это станет потом печкой. Вот этот вот уголь. Да, пока его можно подержать в руках. Он еще легкий. Таким ковшом он загружается. Возможно, будет немножко громко, потому что в ушах гуруши. Ну, извините, здесь по-другому нельзя. Так, сейчас мы посмотрим, здесь перед нами оператор Степуль. Продолжение следует... Это белый песок, это специальный ботонит, ботонит, это как глю, и белый минерал. Мы смешиваем его в боксинг. И размещают в двух машинах. Очень важно для производства деталей. Если будет плохой песок, то будет плохие детали. И каждую часу они тестировали компенсацию, сезон, умидность, и компенсацию. И вот здесь. Блуметилен. Блуметилен. Это тест для того, сколько человек мы ботонит. Для того, чтобы определить, сколько процентов ботонита находится в этом песке. Друзья мои, это очень сложная машина. Называется она спектрометр. Нисколько сложная, сколько очень дорогая. Насколько мне известно, таких спектрометров в Беларуси не много. Есть в Гатово, извините. Но здесь эта машина просто необходима для того, чтобы определять правильный состав металла. Для нас, кроме это плохой элемент. Потому что, когда мы имеем больше кроме, мы имеем плохую песку. Потому что песка очень трудная машина. И то, что мы размножаем, мы переходим из двух выборов. Одно, мы отмножаем circulation. Друзья мои, каждый час они берут пробу. И смотрят, что происходит с чугуном. Если он не соответствует качеству, то процесс скорее всего остановится. Ну, не скорее всего, он остановится. Друзья мои, это микроскоп, в котором тоже смотрят, проверяют структуру чугуна. Если она слишком пористая, то состав чугуна обязаны тоже заменить. Это электронный микроскоп. Все здорово. Спасибо. Продолжение следует... 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 Две машины таких в мире. Одна здесь. Арно говорит, что таких машин всего две в мире. Пока поверим на слово. Но то, что их немного, это факт. Вот здесь сидит оператор. Он следит за процессом. Опять же, товарищи, обратите внимание, никаких питатель. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, вот здесь, в этой камере, вот тот робот делает следующую операцию Он берет деталь и шлифует ее Вот эта деталь до шлифовки Видите, такие неровные края И вот эта деталь уже после шлифовки Вторая деталь, которую выполняет эта машина Это сверление отверстий Честно говоря, даже я думал, что этот процесс не автоматический Он происходит вручную, но нет Нет, это делает машина Часто отверстие все-таки делается вручную В нашем магазине Вот здесь, в этом уже таком чистом месте происходит финальный контроль качества Это перед сборкой готовой продукции Вот здесь уже знакомые нам подзоны от печи Alma Здесь расставлена дата, номер парки Они подсчитаны И уже готовы идти на сборку Послушайте, сейчас мы подойдем к очень интересной теме И я рекомендую вам очень внимательно смотреть то, что я вам сейчас покажу Потому как по таким вещам Это таблица таких внешних дефектов По которым вы можете определить, насколько реально хороша печка, которую вы выбираете Пойдемте по мной Это очень важно Один из самых важных процессов именно для вас, как для покупателя Пойдем ждать Вот таких вот серьезных вещей, конечно, быть на чугуне не должно, это брак. И такая вещь не должна дойти даже до сборки. Вот так вот. 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 Вот маленький скол может являться браком. Вот так вот. 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 Это не так. Ага, это... 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 Аааа! Да, да, да. Я понимаю. Лагустарь? Да. Да. Это... Это... Да, это кторедей? Это manure стол. О да, князь! Это Vielen чтоatsинство. Т mobility стол. Да. Ищем, Over B *** с Embraется. Спас out of the beices. Здесь мы просят- А. И с известeurs. Водят из благослumble لو Dash Puh Идем по длинным коридорам, судя по запаху, который здесь стоит, мечта токсикомана, мы идем в покрасочнице. Это сборочный цех, здесь работает от 3 до 5 бригад в линии сборки, в зависимости от количества заказов, которые поступают. Вот там вдалеке, если честно, очень интересно, я вижу, как собирают печку, скорее всего, это мандра. Эта печка совершенно не популярна в Беларуси, тем интереснее будет посмотреть, как они ее будут собирать. Друзья мои, очень-очень-очень такой важный момент, одна из самых популярных топов на Беларусском рынке уже на протяжении 10 лет собирается сейчас на моих глазах, упаковывается. итак, это Промо 700. Вот так происходит процесс упаковки. Кстати, это, видимо, идет не в Беларусь, потому что Промо для Беларуси упаковывают в ящики немножко другие, ну, скажем так, более цивильные. Вот давайте посмотрим, как девушка укладывает шнурки. О, к слову, значит, вопрос, а как я поменяю шнурки? Приедьте, поменяйте, посмотрите. Крупкая девушка с отверткой с утра до вечера. Алло! Алло! Меняет шнурки, скручивает стекла и штампует вам паспорта. Есть даже на русском. В топке. Адрифи вкладывает внутренние детали. Вот это начало линии сборки топки. Сейчас я вам скажу. А здесь герметика. Да, это все та же Промо 700. Вот там человек сверлит отверстия, прикручивает двери. Нет, он не сверлит, он их только прикручивает. А здесь давайте посмотрим. Вот здесь наносится герметик. Литеровным слоем. Это происходит не из тюбика. Лежит шланг. И автоматическая подача этого герметика под давлением. Герметики, которые отвечают, собственно, за герметичность, здесь не будут экономить. Поэтому в топках вы часто можете увидеть, как его выпирает внутрь. Но я вам даже больше скажу. Чем больше герметика вы увидите выдавленного, соответственно, тем больше его нанесли, и вы точно гарантируете, что ваша топка будет герметичной. ЛИРИРИ. Герметичной. Я выкладываю. Он выкупал. Он выкупал. Он выкупал. Он выкупал. Он выкупал. Продолжение следует... Продолжение следует... Недавно компания Invecta купила одного местного производителя, называется Deville. Под этой маркой скоро у нас появятся печи и топки. И сотрудники этой фабрики, вот они находятся в этом цеху. И занимаются сборкой. Вот это огромные топки Grand Vision 1100 под маркой Invecta. Так, а вот сейчас собирается одна из... Ну, тоже одна из моих любимых печей. Называется она Sedan. До недавнего времени называлась Sedan 10. Сейчас она носит имя Sedan M. Очень интересная модель с боковыми стенками, с защитными боковыми стенками, с боковой загрузкой. Мы находимся в отделе контроля качества. Сейчас мы поговорим с начальником этого отдела. У нас есть несколько вопросов, их немного, так как процент брака у компании Invecta не очень большой. Но за годы работы мы выявили там некоторые модели, у которых есть небольшие дефекты. И с этими вопросами можно обратиться в отдел качества. Сейчас, пока мы проходили по цехам, мы показали эти нюансы. И нам обещали их исправить в самое ближайшее время. Видите этот огромный склад? Вот здесь как раз и есть эти заготовки. Огромная площадь, но нам пора бежать. Вот на этом складе хранятся детали для сборки топок и печей. Жизнь на заводе идет очень быстро, и мы здесь с какой-то невероятной скоростью перемещаемся. Нету, в общем-то, времени задерживаться долго в цехах. Нужно успевать все очень быстро снимать. Работа завода начинается в 5 утра. Ну, это не очень удивляет работников наших крупных заводов. Но для нас, как для торговцев, монтажников, 5 утра – это чуть-чуть рановато. А сейчас мы с вами заходим в лабораторию. Так, вот именно здесь испытывается большинство, ну не большинство, а все, буквально все топки и печи проверяется. Это их реальный коэффициент полезного действия. Сертифицированная лаборатория. Так, это только Optimiz. Сейчас мы к ней вернемся. Пару слов. Значит, это сертифицированная лаборатория. То есть данные, которые получают Инвекта, им можно верить на территории Европейского Союза. Этот один и этот один, окей? Если нового оборудования. Вы делаете тест для системы СССР, окей? Я очень. Это немного разный. Вот это отдел рекламации. Вот это здание. Вот это здание старше, чем Эйфелева башня. Да, очень старое здание. Слушайте, тут какой-то невероятно огромный, огромнейший просто склад деталей, из которых собираются топки и печи. Арно называет их инвестициями. Спорно, но очень красиво. А, это форма. Вот, вот. Вот это формы. Это топки. Эта модель похожа на люди. Маленькие, маленькие, маленькие машины. Большую форму для больших машин. Вы видите, все формы алюминиевые. Все формы алюминиевые. Сейчас все производят изюмени. Все формы алюминиевые. Сейчас все производят изюмени. Все формы алюминиевые. А раньше было ли из других материалов? Все формы. Это, кстати. Вот, вот. Вот. Извините, а кто производит эту форму? Что? Кто производит эту форму? Вим, модельмейкер. Здравствуйте. Фактори-менеджер Эль Камерер. Вадим Степан. Вот здесь за стеклом находится 3D принтер предприятия, на котором печатаются некоторые детали. А вообще это цех, на котором вносятся изменения в уже существующие формы. А вы говорите инвекта в Китае делается. Сейчас мы находимся возле логистического центра компании «Инвекта». Это огромное здание с логотипом. Он находится немножко в другом месте, не там где завод. Буквально тут несколько километров между ними. Но склад огромный, просто он огромен. Я думаю, что нам сейчас покажут его изнутри. Пойдемте. А вот логистический центр изнутри. И здесь единовременно можно хранить порядка 80 тысяч единиц готовой продукции печей и каминах. Ну, не считая, естественно, всякой кухонной утвари, которая тоже здесь в изобилии производится. Поэтому, когда вы заказываете печку и спрашиваете, а будет ли она в наличии, то да, скорее всего она будет в наличии. Главное, чтобы она влезла в ближайшую машину. Футбольное поле. Парк Де Пренс. Старк Де Пренс. Кстати, вот вам пример великолепной посуды, сделанной во Франции. Просто прекрасное качество. Возможно, доступно для заказа? Спрашивайте. Сейчас мы находимся в таком, как выставочном шоуруме компании Invicta. Часть продукции, которая здесь уже не производится. Ну, а есть и совсем новые вещи, которых не видели пока даже мы. Вот это кухонная посуда. Вот это кухонная посуда. Лукат. Парк. Лукат... Кухонная посуда. топки. Буквально две печки. Вот это очень интересная печка. Она приезжала в Беларусь, продавалась пару раз. Называется она Элот. Интересная она тем, что огонь в ней горит и вверх, и вниз. Здесь очень интересная, необычная подача воздуха в камеру горения и огонь горит сюда и сюда. Очень необычный дизайн печи. Инвекта в свое время объявляла тендер среди дизайнеров, кто спроектирует эту печку. Победитель выиграл по-моему около 5000 евро. А вот его имя, дизайнера. Вот огромные, 90 сантиметров. Вот, к слову, одна из моделей, которая уже не производится. Так, пора двигаться дальше. Готовая пищевая сия. Парк, всегда мелочи. Вы можете. Это очень... Фон в Франции. Чубур. Чубур. В английском, в Кастайон. В английском, в Кастайон. Да. Фон в Франции. Чубур в Расске. Чубур, в Расске. Чубур, хорошо. Существует. Это для дома. Да. Удоб. Удоб. Это для дома. Да. Это для дома. Да. Да. Мы имеем много продуктов. Индикта? Да. Довиль. Шассе. Хорошо. Вы имеете в виду? Индикта. Это индикта. Шассе. Это не так. Обои. 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 Знаете? Угу. Обои. Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие наши клиенты, покупатели, мы с вами в течение нескольких дней были во Франции на заводе чудесной компании Викта, смотрели как это все производится. Это полностью на 100% французское производство, вы убедились в этом сами. Буквально вчера мы посетили фирменный салон компании Викта в Париже. Это тоже очень интересно. Это буквально в самом центре, в сердце города находится огромный салон, где стоят чугунные печи, топки. Он очень хорошо дополнил общую картину и представление о производителе. Поэтому, заходя к нам в магазин, вы совершенно на 100% уверены, что это европейская продукция. Ну, а тем ребятам, которые за глаза рассказывают о том, что Викта якобы китайский бренд, может быть, но не у нас. У нас 100% качество, я вам обещаю. Ачакбай, меня зовут Степан. Я предлагаю вам еще разочек оглянуться вокруг. Всем счастливо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok